МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телекомпания Обнинск ТВ Новости. В студии Дарья Человекова и Ильхам Нигматуллин. Сегодня в выпуске. Все флаги в гости к нам. В год 60-летия Обнинска в Наукограде пройдет ряд крупных форумов и конференций. Ожидают здесь и визита иностранных делегаций городов-павротивов Обнинска. Прощай, Масленица! Весенний праздник на Калужской земле отметили традиционными русскими забавами. Законно или незаконно? Почему в городе науки продолжают открываться новые кальянные заведения? А теперь подробнее об этих и других событиях города Обнинска и региона. Не менее 6 миллиардов рублей – такова предварительная стоимость капитальных вложений в реализацию программы «Чистая вода» в Калужской области. Сегодня ее одобрили на заседании регионального правительства. До 2022 года в области планируют отремонтировать 174 объекта, которые обеспечивают регион качественной водопроводной водой. Большая часть из них отвечает за водоснабжение. В частности, строительству и реконструкции подлежат 62 станции очистки питьевой воды и полсотни станций по очистке уже сточных вод. Проблема качества питьевой воды встала остро, отметил губернатор. Это именно тот случай, когда откладывать ее решение дальше нет возможности. Конечно, проблема эта застарелая. Она перешла к нам еще из советских времен. Тот, кто в те предыдущие годы советские работал, знает прекрасно. Она практически не решалась годами и десятилетиями. Но решать ее надо. Есть требования совершенно справедливые у экологов и населения. И поэтому деваться тут некуда. Анатолий Артамонов также предложил провести расширенное заседание областного правительства с участием органов местного самоуправления и обсудить опыт и планы по организации работы в сфере утилизации твердых бытовых отходов. В числе других поручений губернатора – переселение жителей аварийного дома на улице Менделеева в Обнинске, повышение уровня безопасности дорожного движения на дорогах области, а также увеличение собираемости налогов и поиск дополнительных источников пополнения региональной казны. В Обнинске продолжается подготовка к празднованию 60-летнего юбилея города. На еженедельном рабочем совещании руководители городских служб прозвучала информация о целом ряде крупных форумов и конференции в сфере науки, экономики и образования, которые пройдут в Наукограде в течение года. Так, совсем скоро, 29 марта, в Обнинске состоится форум «Формэволюция», организуемый федеральным издательством ведомсти при поддержке правительства Калужской области. Об этом главе исполнительной власти города Владислав Шапше доложил начальник управления экономики и инновационного развития администрации Обнинска Станислав Филиппов. В фокусе обсуждений предполагается обсуждение таких проблем, как инвестиционная привлекательность в фармоотрасли, обращение лекарственных средств, информационные технологии на службе фармацевтики, продвижение на внешних и внутренних рынках. Среди крупных событий в сферах науки, экономики и образования, местом проведения которых станет Обнинск, и выездное заседание членов Союза развития Наукоградов России. В последний день марта здесь же откроется Всероссийская конференция учащихся юность наука-культура. А в середине июня стартует научно-образовательный технологический гражданский форум «Города и ядерные технологии», организуемый под эгидой Ядерного общества России. Ждут в Обнинске и гостей из городов-побратимов. К непосредственному празднованию Дня города предполагается приглашение всех наших ключевых зарубежных партнеров из городов-побратимов. Все вышеуказанные мероприятия, вышеперечисленные, не только запланированы, но под ними ведется уже активная работа. А пока в фокусе внимания городских властей вопросы менее праздничные. К примеру, проблема аварийности на городских дорогах. С начала года в Обнинске произошли 17 аварий, в результате которых один человек погиб и 18 пострадали. Эта статистика хоть и говорит о снижении в городе уровня ДТП по сравнению с прошлым годом, но заставляет задуматься. Хотя у нас закономерность такая намечается. Когда дороги станут ухудшены, как мы сейчас видим, и травматизм сразу падает. Как только мы их отремонтируем, так сразу аварийность взрастает, и количество пострадавших также растет. Поэтому мы ремонтируем дороги и кладем лежащие полицейские, искусственные неровности. Одни убираем, другие укладываем. Говорили на еженедельном совещании и о пожаре, произошедшем в одном из Обнинских общежитий в ночь на 7 марта. Горели комнаты на первом этаже и часть коридора. Из-за отсутствия запасного выхода жильцов этого здания эвакуировали через окна, на которых еще и пришлось взламывать решетки. К счастью, погибших нет. Всего было эвакуировано и спасено около 50 человек, доставленные в КБ-8 12 человек, из них 7 детей. Ситуацией уже заинтересовалась прокуратура, а в администрации будут думать, как помочь жильцам поскорее избавиться от напоминаний о пожаре. Просьба, Дмитрий Сергеевич, проработать вопрос, как мы будем приводить эти помещения в порядок. Понятно, что там есть собственники, которые должны в первую очередь об этом заботиться, но там есть и общее имущество. И вот этот вопрос нужно тоже проработать. Тем временем грипп отступает. За прошлую неделю зарегистрирован лишь один случай свиного гриппа. Заболел ребенок. Уровень распространения ОРВИ также существенно упал. Второй волны, как вот предвлекали нам средства массовой информации, по мнению наших специалистов, гриппа Б, или подъема острых респираторных вирусных инфекций, нами не прогнозируется. И еще о детях и их здоровье. В понедельник в администрации огласили итоги проверки молочной продукции, которой кормят обнинских дошколят. Образцы на исследование были взяты в пяти детских садах города. Результаты такие. По микробиологическому составу все образцы показывают норму. В одном учреждении творог, несоответствие белка, несколько ниже нормы, чем должно быть по санитарным требованиям. И в одном из дошкольных учреждений уровень жирности творога ниже, чем требуемые санитарные нормы. Я думаю, надо провести проверку не только по садам, но и по школам. Обязательно провести, наверное, не выборочную проверку, а может быть даже и по комплексной проверке провести. Мы это делали в прошлом году, надо сделать и в этом году. Чтобы точно представлять, чем мы кормим наших детей. Не только на бумаге, но и фактически. Если будут какие-то выявлены нарушения, то принимать меры вплоть до расторжения контрактов и объявления новых конкурсов. Здесь стесняться ничего не надо. На заседании руководителей городских служб также звучала тема грядущего паводка, к которому сейчас готовятся сотрудники управления ГУ и ЧС. Кстати, о воде. В результате аварийно-восстановительных работ, которые водоканал будет проводить на Северном водоводе с 14 по 25 марта, качество воды в квартирах горожан может измениться. Главный санитарный врач города Анатолий Иванов дал свои рекомендации. Это и мутность, и цветность, и так далее. Я рекомендовал бы, чтобы население нашего города использовало бы этот период для приготовления пищи бутылируемой водой, которую можно купить в торговых наших точках, и водоканал, чтобы сократили восстановительные работы очень длительный срок, почти 10 дней. Глава городской администрации поставил этот вопрос на контроль и поручил пригласить руководство водоканала на следующее рабочее заседание. Екатерина Замахина, Олег Логинов, Олбнинск ТВ. С 1 июня 2014 года в России вступили в силу все пункты федерального закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака, или, как его кратко называют, о запрете курения. Законом предусмотрены жесткие ограничения на курение табака и кальяна в общественных местах. Но невозможно не обратить внимание на то, что в Олбнинске повсеместно открываются все новые и новые кальяны. Каким образом их владельцы уходят от наказания, в сюжете Анастасии Вичкаевой. 5 марта по жалобам горожан сотрудники ОБЭП и ОМОН навестили с проверкой кальянный бар, расположенный на проспекте Ленина, которую так облюбовала местная молодежь. При виде людей в форме предполагаемые сотрудники данного заведения покинули барную стойку со словами, что они просто являются друзьями владельцев заведения. В помещении не оказалось ни кассового аппарата, ни уголка потребителя. Жалобная книга также отсутствовала. Представители правоохранительных органов изъяли товар на проверку на наличие примесей в табачных изделиях, которые предлагались посетителям. В настоящий момент на территории Российской Федерации вступил в действие закон о запрете табакокурения в общественных местах. В МВД России по городу Обниску поступила жалоба о том, что в одном из заведений города осуществляется продажа табачной продукции и табачных изделий без акцизных марок, что является нарушением административного законодательства. По данному факту была проведена проверка. В ходе проведения ОРМ была изъята табачная продукция недлежащего качества. На сегодняшний день существует легальный способ продавать кальяны с табаком в заведениях. Однако заведения эти уже будут отличаться от обычных кафе. Курение запрещено в предприятиях общественного питания и чтобы курить стало можно, нужно избавиться от слов общественного и питания. Для функционирования кальянных в лицензии необходимо, чтобы был указан такой вид деятельности, как прочие услуги. То заведение имеет право предоставлять услуги по табакокурению, предоставлять помещения, предоставлять принадлежности и предоставлять табачную продукцию для употребления. Однако в данном случае заведение не имеет права предоставлять услуг по общественному питанию. Это значит, что в данном заведении не может продаваться населению продукты питания и напитки. Как правило, в таких обнинских заведениях не редкость, когда нарушаются правила и торговли, и техники безопасности. В проверенном заведении были установлены факты нарушения трудового законодательства, налогового законодательства, а также нарушения техники пожарной безопасности. Также у МВД России по городу Обнинску проводятся плановые профилактические мероприятия на обнаружение нарушений в сфере потребительского рынка. Например, такие мероприятия, как контрафакт, в рамках которых устанавливается нарушение законодательства по реализации алкогольной продукции, незаконное использование товарных знаков. В наше время многие любители кальяна уже привыкли относиться к этому действу как к безобидному увлечению. Опрометчиво забываю, что вред, наносимый организму от курения кальяна не меньше, а даже больше, чем от курения сигарет, уверяют специалисты. А разница только в способе приема. В минувшие выходные дни во всех уголках России отмечали широкую масленицу. Древнеславянский праздник прочно укрепился в жизни современных россиян и едва ли в обозримом будущем уйдет в историю. А все потому, что масленица символизирует проводы зимы и встречу долгожданной весны. Как тут не полакомиться блинами и не сжечь соломенное чучело? Для изучения традиции этого праздника наши корреспонденты отправились в Боровский район. Свои путешествия они начали с культурно-образовательного центра «Этномир», где в эти выходные прошла целая серия мероприятий, посвященных широкой масленице. Пускай в наших душах наступит весна, и я желаю зрителю, чтобы она поскорее наступила. А природа сама постарается это сделать быстрее, быстрее, быстрее за нас. С утра до позднего вечера в «Этномире» проходила выставка чучел, аналогов славянской масленицы, которые имеются в культурах многих народов мира. К примеру, вот этот жутковатый персонаж в колпаке, родом из Болгарии. В весенних масленичных обрядах кукер символизирует плодородие. Своей бородой и коварной улыбкой он отпугивает злые силы и гонит холод и зиму прочь. По сравнению с болгарским масленичным чучелом, наша русская масленица выглядит изящной и хрупкой красавицей, пусть и безликой. На счет три. Раз, два, пять. Стоп. Я сказал на счет три. Проводов зимы без традиционных русских забав не бывает, а потому под Боровском все выходные соревновались в таких молодецких забавах, как бои мешками на бревне, покорение масленичного столба, а также пиление дров на перегонке и преодоление значительных расстояний на столбоходах. Пошел, 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 все остальные, давайте поддержим, угромки и аплодисменты. Поддержали древний славянский праздник и в Балабанове. 13 марта на площади возле городского дома культуры прошли массовые гуляния. Пока на сцене выступали местные танцевальные коллективы и вокальные ансамбли. Горожане соревновались в армрестлинге, учились рукодельничать, лакомились блинами и шашлыком. Впрочем, рекорд по величине масленичного чучела, которое сжигали в минувшие выходные во многих городах и селах Боровского района, все-таки принадлежит этномиру. Смастерили масленицу такой высокой, чтобы огонь был виден жителям самых отдаленных этнодворов. И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. А мы прощаемся с вами до завтра. Всего доброго. До встречи. Проводы русской зимы по традиции в Обницке проходят многолюдно. В этот день возле торгового центра Экобазар, что называется, яблоку негде было упасть. По старой русской традиции в этот день принято веселиться от души, лакомиться блинами, петь и танцевать под русские народные мотивы. Голодным с праздника никто не ушел. По всей площадке, где проходил праздник, расположилось большое количество палаток с разнообразными угощениями. На столах вкусностями были и только что приготовленные на гриле мясо, птица, а также рыба, разнообразные колбасы. И, конечно, не обошлось без традиционных для маслиниц и блинов со сметаной, медом и джемом. Сегодня собрались мы для того, чтобы повеселиться, поесть блинчик из цельнозерновой муки, кедровым жмых у нас. На бока не откладывается и настоящий мед. Но перед тем, как полакомиться блинами, нужно было их заслужить. А точнее, проявить себя в традиционных русских забавах. Пройтись на ходулях, попрыгать в мешках, поучаствовать в перетягивании каната и поиграть в ручеек. Веселились и участвовали в конкурсах и испытаниях не только дети, но и взрослые. Весельем, то, что конкурсы разные, интересно. Участвуете? Ну, пока нет, но собираемся. Самые активные участники и победители конкурсов были награждены призами и сертификатами от спонсоров праздника. Но больше всего, конечно, Масленица радовалась малышня. Особенно возможности бесплатно попрыгать на батутах в форме сказочных замков. Сегодня мы пошли на Масленицевый Кабазар. Нам было тут очень весело. Тут были много конкурсов. Попели, потанцевали, поучаствовали в конкурсах. Блинчики бесплатные. Хорошо. Интересно. Играю в игры. В общем, не скучаю. Площадка около торгового центра не единственная, где весело отмечали Масленицу. В помещении Кабазара можно было согреться и перекусить. А самых маленьких развлекали аниматоры. Проводить такие праздники со щедрыми вкусными угощениями становится для Кабазара традицией, которую жители горячо поддерживают, о чем говорит большое количество гостей на празднике и их активное участие в подготовленных развлечениях. Поэтому можно сказать наперед, что праздники здесь будут проводиться вновь и вновь.